В окружной прокуратуре состоялся Всероссийский день приема предпринимателей. В адрес ведомства поступили обращения от двух субъектов малого и среднего предпринимательства. Отмечу, что подобные встречи представителей прокуратуры и бизнес-сообщества проводятся по всей стране каждый первый вторник месяца. Ирина Никешина расскажет подробнее. Первое обращение касается участия субъектов малого предпринимательства в закупках для обеспечения учреждений образований округа мясными полуфабрикатами из Оленины, производимых на территории Ненецкого округа. По словам представителей кообхоза ЕРФ, к участию в крупных аукционах, они не могут быть допущены из-за отсутствия опыта работы. Мы сейчас заключили договора с четырьмя образовательными учреждениями. Это школа номер пять, школа номер три, Ромашка. Так, у нас на подходе сейчас заведевнику. Завтра вот решается у нас аукцион. А вот какой конкретно тогда аукцион препятствует вашему участию в бизнесе и реализации вашей продукции? Это, наверное, аукционы, которые крупные очень. Как пояснил уполномоченный по защите в прав предпринимателей Герман Сопочкин, у заказчика есть право крупные лоты объединять в консолидированную закупку. В таком случае мелкий бизнес не сможет участвовать в таком аукционе. Здесь, конечно, законны эти способы в линии поставщиков, что конкурс, что аукцион. Но если бы лоты были поменьше, а именно аукционы проводились, и лоты были поменьше, нежели чем на 27 миллионов, либо на 18 миллионов, то, конечно, было бы условие для участия не создано малого предпринимательства. Ещё одно обращение, поступившее в адрес прокуратуры округа, касается предпринимателя, который не может вернуть собственные деньги. В январе от судебных приставов в его адрес пришло постановление о том, что ему необходимо уплатить сумму 1% с доходов за 2016 год. При этом ведомство ссылается на то, что ранее это требование уже было направлено в адрес предпринимателя. Когда стали разбираться, они сказали, что эта сумма поступила к ним с пенсионного фонда на 1 января 2017 года. Пенсионный фонд передал полномочия, и как долги, как и прочее, они передались в налоговую. И, мол, идите разбирайтесь в пенсионный фонд. Оттуда пришло поступление. Пенсионный фонд, я пришёл разбираться, они, соответственно, ссылаются на управление, на какой-то чудесный реестр. Говорят, нам поступает реестр с вашими доходами на всех комплексно. Мы оттуда берём доход и начисляем этот 1%. Я в налоговой взял копии деклараций, которые мы сдали, заверил их налоговой за 2016 год доходы. У нас два налогоглажения, патент и ОСН. И предоставил им, показал, что у нас нет такого дохода. Они во внимание почему-то эти декларации не берут. По словам предпринимателя, ему пришлось заплатить деньги по постановлению судебных приставов. Там почти 3 миллиона сверху нам дохода лишнего насчитали. И пришлось заплатить деньги, чтобы нас приставили. Мы заплатили 28 тысяч вместо 5 тысяч, которые мы должны были заплатить, заплатили 28 тысяч. Ещё пеней насчитали, там 5 тысяч за два года, естественно. Но мы их не стали платить. Они сказали, что мы сделаем перерасчёт. Они, кстати, увидели эту ошибку и согласились со мной даже, что это ошибочная сумма и что они её исправят. Это было в начале года 2019-го, мы разбирались. Перерасчёт до сих пор не произведён, сетует предприниматель. Излишнеуплаченную сумму ему по настоящее время не вернули. В свою очередь от приставов продолжают приходить постановления с требованиями об уплате пений. Для перерасчёта предприниматель нужен эффект на справку в состоянии расчётов, обратиться в пенсионный фонд. Взаимодействие происходит на уровне региональных управлений. Управление пенсионного фонда по организмополости и управлению ФНС по организмополоснической тонн-полукору. Для перерасчёта управление запрашивает у нас декларацию, которая предпринимательствует... В свою очередь прокурор округа обратился к предпринимателям с просьбой при записи на приём более чётко формулировать свой вопрос, чтобы к его рассмотрению можно было привлечь все заинтересованные стороны и решить проблему в оперативном порядке.